Итак, наш аквариум, в данном случае в нашем аквариуме присутствует, видите, очень большое разнообразие живых рыб. И мы можем посмотреть, как они питаются, как они плавают, как они устроены. Значит, ну, начнем с вот этих красивых рыбок, видите, пестренькие. Это порода карпа, называется кои, японские карпы. Вот это, они бывают и розовые, они бывают черненькие, вот такие. Это карпы кои. Вот карп зеркальный, видите, крупная чешуя, ребята. Зеркальный карп, видите, полностью покрыт крупной чешуей. Это у нас карп разбросанный, видите, крупная чешуя, но где-то есть, где-то нету ее. Вот, это чешуйчатый карп, видите, полностью все тело покрыто чешуей. Это чешуйчатый карп, рот у карпа выдвижной, он выдвигает, видите, рот и как бы засасывает в себя пищу. Значит, вот к нам приплыла как раз ББС, видите, характерна для ББС вот эта четкая полоса такая, видите, да. Это гибрид биологии с Бестером. Вот она стерлядочка. Нет, это осетр побежал. Осетр. У стерлядки более тонкий нос. Вот мы видим сомик, который очень хорошо чистит нам, чистит хорошо нам стеночки аквариума. А, вот сверху, вот она, вот она, вот она стерлядочка, видите, у нее тонкий носик, вот эта стерлядочка, вот она. То есть мы, вот эти все, все многообразие рыб нам подарил ревтинский рыбхоз. Мы сюда привезли их маленькими, то есть карпики были размером где-то 50-70 грамм. И вот за год с небольшим у нас рыбы выросли, часть рыб, самая крупная, мы их изымаем, потому что нагрузка на наш аквариум увеличивается. Сверху у нас идет, видите, не просто кислород. Для того, чтобы функционировал такой большой аквариум, у нас там имеется биофильтр. Вот сейчас мы можем этот биофильтр посмотреть. Вот видите, это биофильтр. Вода засасывается из аквариума, проходит через вот этот биофильтр, там работают микроорганизмы, которые чистят воду. И насосом вода снизу подается вновь в аквариум. Таким образом у нас рыбы могут дальше жить именно в тех условиях, которые необходимы для жизнеобеспечения. Что такое плотность посадки? Это какое количество рыб мы можем посадить на единицу объема. Вот у нас 4 кубометра, мы сюда много посадить не можем. Потому что у нас не справится биофильтр. Понятно? У нас есть, значит, здесь у нас те рыбы, которых мы выращиваем, можно сказать, на еду. Но у нас есть очень красивый аквариум, который для души. Аквариумные рыбки, так называемые. Опять-таки, видите, обязательно должен быть биофильтр, который будет чистить воду. Вот, здесь мы видим и неоны, и сомики, и малинези. То есть, малинези вот черненькие вот эти рыбки. Вот, неончики, вон они такие бегают. Вот, гупешки очень красивые. Вот, у самцов всегда яркая краска. А самочки у нас такие бледноватые, невыразительные, да. Значит, здесь у нас очень интересно, загляните сюда. Здесь у нас живут раки. Почему мы раков не садим в этот аквариум? Посмотрите, несмотря нам кажется, что они на дне, но если мы посадим туда, эти безобидные раки съедят наших маленьких рыбок. То есть, они очень, так сказать, хорошо их поедают. Привезли их сюда буквально сантиметровыми. Они очень часто линяют. И вот, видите, здесь у нас мы можем наблюдать уже за аквакультурой. Не рыбоводство, а аквакультура. То есть, здесь у нас выращиваются еще и раки.